Всем приветик, доброе утро, добрый день, у кого вечер, скорее всего. Скорее всего, у вас вечер, потому что видео у нас выходит поздновато. Я сейчас буду готовить завтрак, то есть уже обед, но, как всегда, мы спим долго. У нас всё равно завтрак, неважно какое время. Маргоша ещё не пришла, я сейчас хочу приготовить омлет. Да? Будешь омлет? Смотрите, как он поднялся. Сейчас открою, и он упадёт, видишь? Вот, видишь, смотри. Как красиво! Во сколько проснулась? В 10 сентября. А, ты тоже долго спала? Ты же обычно рано встаёшь. Она вчера у подружки была, и они вчера собрали бассейн, набрали его, и сегодня... И вот что сегодня. Дождь. Вот поэтому мы и хотим поехать туда, где много солнца, а не вот такое. Здравствуйте. Привет. Давно не виделись. Как дела? Дождик идёт? Да. Хитрая была сегодня здесь утром? Приходила она за почтой и ушла, главное. Во сколько ты пришла? Мы спали, наверное? Во сколько? Восемь? Ну, конечно, мы встали где-то в одиннадцать почти. Пришла, забрала почту и ушла, главное. Для Ксюши! Они большие или маленькие? Не знаю. Маленькие. А, это эти, которые были. А, да, переливаются. Уферин тут от 20. Тут 200 штук наклеят. И ты. Это можно на ноутбук клеить тоже? Угу. На помещение. Тут тоже стелил. Вот это крутой. Вот этих. Будешь клеить на скейтборд? Вот этот. Так, Каролина себе сделала какой-то шкафчик. Я не знаю, что это у тебя с наклеечками здесь. А? С полочками ещё. А что ты туда складываешь? Не знаю, она себе такой вот органайзер придумала. Карандаши там, телефон, стиралка. Вот так вот всё краснёжно. Наклеечки тут. Ещё у неё скотч. Изоленты. Красиво. Так вот он закрывается. Вот так вот. Молодец. Красиво. Ксюша, прямо на столе почему ты это делаешь? Где ещё? Ну не знаю, постелить на пол какую-то тряпочку. Или вот там на ковре у Макса. Давай на ковёр. Открутила все колёса. Теперь будешь клеить наклейки? Угу. Что упало? Я не знаю, что упало. Проверяй. Сегодня немножко видео, мне кажется, позже выйдет, чем обычно. Потому что я немножко опаздываю с монтажом. Пока приготовила завтрак. Никак не могу себя приучить монтировать ночью. Я всегда монтировала раньше ночью, а сейчас вот ленюсь, переношу на утро, а потом получается утром встаю, пока приготовлю завтрак, пока покушаю. И всё, тут уже обед, и в обед монтируешь, и он уже видео выходит ближе к вечеру. Попробую сделать так со следующим влогом, смонтирую ночью и утром его сразу выложу. А вот тут то, что всё, вот тут вылазит немножко. Да, вот это у нас можно обрезать. Вот тут, например. Ну да, её лучше обрезать вот так вот. Вот эту или вот эту? Всё, я, наверное, больше не буду. Так, всё, я запустила влог. Наконец-то. Всё, готово. Кажется, рассеиваются облога. И вон там видно голубое небо. Мы хотели поехать в одно место, папа хотел нас опять куда-то отвезти. Но из-за погоды мы остались дома. Нет, это уже не так далеко. Я никуда не поеду больше всего. Это не так далеко. Это чуть-чуть совсем. Вот, смотрите, какая у нас чистота и порядок. Да вообще. Когда мама работает, никто ничего не делает. Все сидят, отдыхают. Сейчас придётся всё убирать. Если я ничего не делаю, то вы тоже ничего не делаете, да? Я сейчас начну убирать, и все начнут убирать. Давайте. Давайте теперь все поднимаемся и убираем. Нас атакуют пауки. Мы вчера прогнали целую, не знаю, целую стаю пауков. Ой, совсем уже. Всё, избавились от паучков. Папа, рапину. Быстро и просто. Бонни убежала. Нет, не может. Она не с папиной. У нас сезон комаров открылся. Всё, комарики прилетели, покусали. Папа поехал, купил вот такое средство. Кстати, очень хорошее. Ну-ка, фокус. Пик Фрей. Я не знаю, продаётся ли это в России или в других странах, но вот единственное средство, которое помогает. У меня два микрочек. Чтобы не чесалось, да. Вот смотрите, какой у неё большой вкус. Такое вот шариковое. Очень хорошо помогает. Что у нас сегодня на ужин? Папа готовит. Папа, как всегда, у нас ищет самый простой и быстрый способ подготовить еду. Это я постоянно готовлю, там, часами на кухне торчу. Он поехал, взял сосиски, взял сыр. Быстренько тут поставил грильку. И всё. Зачем париться? Я бы стояла там сейчас на кухне. Два часа обготовила. Ну, что папа будет каждый день? Да? Ну, сосиски каждый день мы кушать не будем. Раз в неделю ещё, ладно, можно. Но не каждый день. А это мясо, знаете, кого? Это мясо лошадки. Канин. Так. Всё, кто у нас уже поел? Ушёл со стола. Ксюша поела. Маргарита, ты ещё не поела? Я жду, мочи! Я уже тоже съела картошечку с сыром и сосиской. Ты тоже поела? Нет, я вижу, ты ещё не поела. Тебе ничего не дали? Маргарита себе заказывала купальники. Дошли. И сейчас она будет смотреть, какие оставит, какие не оставит. Так, ну, мерить мы не будем, конечно же, на видео, чтобы нас не заклокировали. Один, значит, слитный. А все отдельные. И все остальные раздельные. Так, что у нас тут? Это что? Это голубой. Голубой. Давай раскрывай. Давай посмотрим. Это только сверху. Это топик такой. Ну, как верхняя часть купальника, да. Такой, вот он без ничего, получается. Без чашечек, без ничего просто. Так, размер какой у нас здесь? Размер. По-моему, XS. XS, да. Да, XS. И такие же плавки. Вот она ещё, по-моему, такой же чёрный взяла. Так, и вот такие вот плавочки. Они с завышенной талией. Прямо тоже самый материал просто. Вот, двойной, двойной материал. Нежно-голубой. Тоже XS, да, по-моему? Да, тоже XS. И у нас вот такой вот жёлтенький. С цветочками. Вот трусики. Да. Так, здесь тоже плавки с завышенной талией. Здесь ещё можно затянуть. Тоже такие с завышенной талией. И топик. Бледноватый такой цвет какой-то, да? Можно лямочки тоже. Вот такие вот, да, лямочки можно вот такой вот топик. Тоже сбоку завязки. Можно затягивать. И лямочки можно отстёгивать. Размер XS тоже. Ещё один жёлтенький. Только он уже вот такой вот в клеточку. XS размер. Это тоже. Там тоже похож на вот как этот, только без верёвочек там. Так, вот такие вот плавочки. Тоже завышенная талия. Вот. Такая интересная ткань. И вот такой вот топик. Тоже лямочки. Тоже лямочки можно снимать. Вот эти вот лямочки снимаются. Так, всё. Убираем. И у нас ещё остались... Так, это ты мне брала, да? Да. Это мне. Это плавки она мне брала, но мне не понравились. Это убираем. Это простые плавки купальку для купания. И ещё один. 36 размер. Здесь чёрные. Потому что Маргарита взяла чёрные плавки. Если что, можно с голубым топиком, да? Вот. Тоже завышенная, но немножко другая ткань. Здесь одна. Нет, по-другому вот так вот. Да, здесь не двойная. Например, вот здесь вот двойная ткань, а здесь только одна. Вот это немножко поплотнее. Вот эти вот мне не очень нравятся. Да, что-то не очень такая тоненькая. Сразу можно убрать. Сразу убираем. И решила она тоже померить один купальник светлый. Потому что мне светлые нравятся. Ну да. Мне, по-моему, поудобнее, чем другие. Вот такой вот. Это размер на 13-14 лет. 156, 164 рост. Здесь двойная ткань. Мне нравятся, когда двойные щетки. Так, ну что? Маргарита померила купальники все. Какой тебе понравился больше? Вот эти вот. Ей понравились вот эти вот два. Голубой и жёлтый. Вот этот сидит не очень. Некрасиво как-то он сидит. Странновато немножко. Да, именно вот плавки некрасиво сидят. Так, вот этот розовый тоже ужасно сидит. Вот здесь внизу как-то всё собирается, стягивается. Даже я не сказала бы, что он маленький. Но он как-то не очень сшит. По-моему, большой. Нет, он тебе небольшой. Он, наоборот, у тебя внизу как-то стягивает полосками. Это не из-за того, что большой. А может быть, не на твою фигуру, не знаю. Вот. Вот этот голубой вообще супер сидит. Вот этот голубой. Чёрные не очень хорошо сидят. То же самое, как и здесь. Здесь, да, некрасиво сидят. И вот этот жёлтый тоже классно сидит. Вот ей понравились вот эти вот два купальника. Раздельных. Мы остановились на вот этих двух купальниках. Если тебе два нравятся эти, то можешь два себе оставить. Мне кажется, если бы был купальник с белья, лишь она бы купила. Да? Ну посмотрим. Она говорит, что не хочет. Ну вот этот вот неоновый зелёный, который бы катал. Надо, но он раздельный. Она раздельный не будет носить. Ты будешь? Тебе нравится раздельный купальник? Нет? Слитный? Можешь, надо только слитный. А если я найду зелёный купальник слитный? А? Если я найду зелёный такой, неоновый купальник? А? Да. Нет, слитный. Да? Ну вот, надо поискать. Да? Приходила ко мне сейчас подружка. Ездила она в Германию. Привезла творожок. Такой вот 9% тульский пряник. Смотрите, какая банка сгущёнки. Обалдеть. Такой я ещё не видела. Уже пока огромная. Ну. Такую большую я ещё не видела. И сметанка. Завтра, скорее всего, я сырнички пожарю. Пожарить сырники? Да? Утречком. На завтрак. Сделаем сырники. Сейчас уперю. Ты не знаешь, что такое сгущёнка? Мы же кушали. Она такая сладенькая. Как молочко сладкое. Что будем делать? Завтра будем чай пить, ладно? Сейчас уже поздно. Да, не будем сейчас сгущёнку пушить. Нужно убирать со стола. Мыть посудку и отдыхать. А я хочу попробовать сегодня смонтировать видео. Чтобы завтра на утром было готово. Его просто загрузить и всё. И готово. Ксюша хотела снимать сейчас видео на свой канал. И у неё никак не получается. Что-то тебе совсем не везёт. Не работает программа записи экрана. Папа сейчас там сидит. Пытается скачать новую. Не можем записывать Майнкрафт. Пишет там какую-то ошибку. Чем занимаемся? Уроки делаем? По какому? По какому? Про Швейцарию? У меня клей заканчивается. Ты его выковыриваешь? Нет, это не про свитч. Не про свитч. А, это у Ксюши про Швейцарию. Тебе это нужно учить? Угу. А потом рассказывать или тест? Тест. Тест. Вы вообще устно не рассказываете ничего? У нас были задания. Очень часто нам задавали устно именно рассказывать. Да нет, мы стихи. Они нам тоже задают. Стихи? Угу. Не, вообще вот устно не рассказывайте про то, что вы читаете историю там или еще что-то. Тебе понравился хоть твой корм? А? Пойдешь. Нет? Ой, у нее водички нет. Она не может снимать видео, потому что не записывает с экрана. Снова? Да. Нужно скачать новую программу. И тогда она будет снимать. Мама. Но уже который день пытаешься. Клеить. Клеить? Вон там у нас целый бутыль пятилитровый клея. Принеси мне немножечко. Иди помашь. Комар укусил прям за ступню. Уже спать хочешь? Может завтра уже будешь снимать, если папа сделает? Не, не, сегодня. Мы выгоним всех на улицу или куда-нибудь их в комнату загоним. Будешь снимать спокойно. Чтоб тебе не мешало. Ну сейчас поздно, посмотри, уже время без двадцати двенадцать. Нет, масла в холодильник не ставят. Мама! А? Давайте спать. Впрочем, завтра рано уже ложиться нужно, потому что это понедельник в школу. Так что давайте спать. Пойду сейчас смонтировать видео. Смонтирую и спать. Да, это. Чтобы завтра можно было выспаться. И не бежать сразу монтировать. А спокойненько заниматься делами. И снимать влог. От твоей вот этой лампы вообще какие-то желтые. Как будто заболели. Понял земли. Вот, поэтому ладно. Будем заканчивать влог. И пойду я монтировать и спать. Так что пока. Все, пока.